Сегодня я буду готовить мойву. Мойва у меня будет по новому рецепту. Жарить я ничего не буду. Буду мойву запекать в духовке. Посмотрите, какая она получается золотистая. Она очень нежная, сочная. Простой, вкусный рецепт. Но, чтобы она такой была, я расскажу, что нужно сделать. Итак, мойву я хорошо всю промыла. Плавники и внутренности я убирать не буду. Так мойву будет более сочной. Далее, запекать я ее буду на противне. Противень я застелила фольгой. Для панировки мне понадобится мука, копченая паприка, соль, перец и сушеный чеснок. Для начала нужно сделать панировку. Но это еще не все, мои дорогие. Чтобы она получилась именно такой золотой. Ко всему прочему, я еще в конце вам покажу, что нужно добавить, чтобы мойва получилась золотистой. Более золотистой, скажем так. Вот на такое количество мойвы я добавлю 3 сверхом столовые ложки муки. У меня, вот видите, противень стоит, застелен фольгой. Вот у меня получится 2 таких противня такой мойвы запеченной. В муку нужно добавить копченую паприку, сушеный чеснок, соль, перец. Все это хорошо перемешать. Рыба получается просто замечательная. Сейчас столько много рецептов, где не нужно жарить и не обязательно жарить. Можно запечь. И это, понимаете, это даже, как сказать, это даже улучшает вкус продуктов, нежели ты просто жаришь все в большом количестве масла. То есть на вкус это никак не влияет и даже еще получается вкуснее и нежней. Далее все это я перемешиваю. Венчиком мешать более удобней. И для панировки берите какую-то продолговатую емкость. В ней будет проще обваливать рыбу. Ну что, все равно мне придется немного добавить масла на фольгу. Так как если я не смажу фольгу, то вся рыба прилипнет к фольге. Ее можно будет выбросить. Именно застилайте фольгой. Если постелить пергамент, то пергамент от сока рыбы намокнет. Все слипнется и тоже будет невкусно. Поэтому фольга прям как никогда сейчас нам пригодится. Аккуратненько все смазываю. Прям слегка растительным маслом. Смазывайте хорошо, чтобы рыба у вас не прилипла. Далее беру и каждую рыбку обмакиваю в нашей смеси. И выкладываю все на противень. Мой, вы видите, какая у меня крупная. Ну так странно, вроде бы она такая крупная. Казалось бы, должна быть вся с икрой. Но нет, она практически без икры. Может быть, одна там две рыбки попадались с икрой и все. По этому рецепту я прям... Это прям находка готовить по такому рецепту. Запекать моего. Я всю жизнь жарила. Потому как ну жарила. И еще я делаю ее, знаете так, в сметане, с луком. Делаю сначала сметану с водичкой. Кипячу, солю, перчу. И туда уже добавляю цельную моеву. Можно добавить туда также лук и чеснок. И она такая получается, знаете, такая полутушеная. Вот. Ну, вот так у меня уже получилось. 220 градусов нужно поставить в духовку на 5-8 минут, не более. Нужно, чтобы моего чуть-чуть прижарилось. И вот секретный ингредиент. И это у меня соевый соус. В соевый соус добавляю капельку растительного масла. И теперь, когда рыбка у нас уже так, знаете, взялась, эту рыбку нужно все смазать этим соевым соусом. Это на вкус рыбы никак не повлияет. Будет даже вкусней. Рыба будет, знаете, такая более сочней. Вот видите, здесь она еще какая-то такая, как сказать, суховата, да, по виду. Но когда вы ее смажете соевым соусом, вот видите, какая она получилась. В соевом соусе и опять минуток на 5 в духовку. И вот такая рыбочка получается. Смотрите. Она как будто бы копченая. Или как будто жареная на сковороде. Но она всего лишь запеченная в духовке. Сейчас я вам покажу, как она хорошо отходит от фольги. Ничего не прилипло. Нежели если бы я делала это или бы на просто противне, или на пергаменте, который пергамент бы весь намок. Вот именно на фольге прям с двух сторон она получилась такая, знаете, запеченная. То есть нет такого, что с одной стороны такого цвета, а с другой другого. Потому как фольга тоже сыграла здесь какую-то свою роль. Поэтому прям рекомендую, кто любит, любители рыбы, кто любит рыбку, обязательно попробуйте приготовить. Вам очень понравится. И тем более она намного полезнее, нежели жареная. И вкуснее, нежели тушеная. Ну, тушеную тоже иногда с бульончиком, знаете, так можно иногда поесть. Ну, такая получилась очень вкусная. И такую, любую, мне кажется, можно рыбку приготовить. Корюшку продаю. Также по такому же рецепту можно приготовить. Только соус соевый берите хорошего качества, чтобы он не горчил. И сейчас я вам покажу, какая она получилась внутри. Какая она получилась нежная. Не сухая. Вот видите, посмотрите, какая прелесть. Если на ней немножко мука, ничего страшного, это же мука. Видите, с двух сторон она получилась запеченная. И сейчас вам покажу, как она хорошо отходит от кости. Попробую. Прям надо же, вот прям как горячего копчения рыбка получилась. Видите, как она хорошо горячая еще? Она как хорошо отходит от кости. В меру в ней и соли, и перца. Так что обязательно приготовьте такую вкусную рыбку. Это вкусно, быстро готовится. И я думаю, что ваши домочадцы, кто любит рыбку, будут вам благодарны. Всем приятного. Будьте здоровы.